Здравствуйте! Вечер, воскресенье, время подвести итоги. В студии для вас работает Наталья Хоменко, я и мои коллеги. Расскажем вам все, чем запомнились уходящие 7 дней. Смотрите сегодня в выпуске. Большие перспективы. Два года назад один из самых отдаленных районов области, Раимбекский, приобрел новый статус и начал новую жизнь. Что изменилось за это время, оценил Акимобласть. Комфортно и безопасно решена одна из самых наболевших проблем жителей дачных массивов Толк-Кургана. Два автомобильных моста соединяют отныне областной центр и дача города. Спешать на помощь 180 новых карет скорой помощи пополнили автопарк медицинских учреждений области. Новые спецмашины уже оценили медики и жители области, скорая помощь которым приехала вовремя. Решение давно. Насущные проблемы. В центре внимания уникальная Алаколь. На побережье начались берегоукрепительные работы. Осторожно, мошенники! Число онлайн-рецидивистов, проворачивающих махинации с недвижимостью, в области растет. Увеличивается и количество доверчивых покупателей. Как не попасть на удочку мошенников, расскажем сегодня в программе «Опта». Новая жизнь. Именно так и не иначе называют сегодня развитие своего района жители Наренкова. В 2018 году район приобрел новый статус, став отдельной административной единицей. Путем разделения одного района были образованы два новых. О разделении Раймбекского района тогда указ подписал Ельбасы. И как сегодня видно, это было стратегически верным решением. Сегодня Раймбекский район с центром в Наренкове – один из самых перспективных и активно развивающихся регионов. А еще несколько лет назад люди его буквально покидали, ища более благополучную жизнь. Сегодня ситуация в корне поменялась. У района не только большие перспективы социально-экономического развития, но и уже наглядные достижения. Сегодня в приграничном регионе настоящий строительный бум. Наренков буквально превратился в большую строительную площадку. Возводятся новые социально значимые объекты, ведется реконструкция старых и обветшалых зданий, ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы и дворы. Закончить все работы строители спешили к главному празднику страны – Дню независимости. Первое открытие социально значимых объектов прошло в минувшую пятницу. Радость с жителями Наренкова разделил Аким области Аманда Кбаталов. В связи с обретением статуса райцентра Наренков в срочном порядке требовало здание ЦОНа. Ранее сотрудники оказывали услуги населению в непредпособленном помещении. Теперь все невзгоды позади. Новое здание распахнуло свои двери и принимает своих первых посетителей. По словам ответственных лиц, в день они обслуживают до 100 человек. Около 20 сотрудников здесь оказывают почти 700 видов госуслуг. 654 из них в электронном формате. Стоимость объекта – 270 миллионов тенге. В одном здании для удобства граждан соседствуют отделы ЦОНа и местные полицейской службы. Имеется и зал Мажелиса на 72 места для проведения конференции и круглых столов. Долгие годы нам приходилось работать в не самых лучших условиях. Несмотря на то, что Кигем был райцентром, у нас в Наренкове было представительство ЦОНа, которое работает с 2008 года. В помещениях было прохладно, сырость. Но мы не жаловались. Хотим поблагодарить Акима области и района за то, что построили такое здание. Теперь работать стало проще и комфортабельнее. Не менее важным событием стало открытие здания районной прокуратуры. Автопарк, кабинеты для сотрудников, залы для проведения различных встреч и собраний. Одним словом, предусмотрено всё. Дизайн и архитектурные решения впечатляют. Делятся сотрудники госучреждения. Введение в эксплуатацию нового современного здания прокуратуры – знаковое событие не только для прокурорских работников, но и для всех жителей. Как посёлка, так и района. К слову, несут здесь службу пять человек. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие Аким Алматинской области Амандык Баталов. В завершение объезда глава региона провёл встречу с активом района. В целом, за два года разделения двух районов заметен огромный прогресс, отметил Амандык Баталов. Сельское хозяйство, строительство, предпринимательство – во всех сферах наблюдается положительная динамика, подытожил глава Житасуцкого края. Затем прозвучали тёплые слова пожеланий от представителей старшего поколения. Аксакалы выразили уверенность, что новосозданный район непременно ждёт успех и процветание. Особой в жизни стала минувшая пятница и сразу для 47-й Раимбекского района сбылась их давняя мечта. Они стали счастливыми обладателями новых домов. Ключи от заветных метров новосёлам вручила Аким область. Амандык Баталов сердечно поздравил Нарынкольцев, подчеркнув, что это только начало. Перспективы у приграничного района большие. Аким области оценил первоочередные. Гульмира Тимиргалиева продолжит. Растущая численность населения Раимбекского района рождает спрос на жильё. Решением актуального вопроса стало строительство 87 домов, 4 из которых для служебного пользования. Работы ведутся в несколько этапов. На первом уже сданы 33 жилых объекта. Глава Житасуцкого края Амандык Баталов принял участие в торжественной церемонии вручения ключей новосёлам. Новый юго-западный жилой массив теперь визитная карточка Нарынкола. Новостройки полностью обеспечены всеми коммуникациями, в том числе и питьевой водой. В планах руководства области в будущем году гасифицировать приграничный район. По мнению Амандык Баталова, создание условий позволит привлечь сюда больше молодых специалистов. Именно на новое поколение глава региона делает ставку, говоря о дальнейшем развитии района. К слову, на сегодня молодёжи в Раимбекском районе проживают чуть более 9,5 тысяч человек. В 2018 году Нурсултаном Назарбаевым было принято историческое решение о разделении Раимбекского района на два самостоятельных региона. Сегодня мы видим результаты. За два года в развитии этого края из республиканского и местного бюджетов было вложено порядка 18 миллиардов тенге. На эти средства восстановлена инфраструктура региона. Только в Нарынколе будет построено 111 домов. На сегодня в районе имеются все условия для проживания и работы. И наша цель – сделать этот край привлекательным именно для молодёжи. Отрадно, что за два года сюда вернулось уже порядка двух тысяч человек. Среди молодых специалистов, вернувшихся в родные Пенаты и Жалгас Сулейменов, молодой госслужащик получил служебное жильё. «Сюда я переехал в 2018 году. С тех пор работаю на государственной службе. Хочу отметить, в районе созданы все условия для комфортного проживания молодёжи. Решается вопрос трудоустройства и обеспечения жильём. Поэтому молодёжь возвращается в район. При поддержке главы области Акима района сегодня я получил жильё как молодой специалист. Я очень благодарен им за это». Изменением жизни родного края радуются и простые жители. «Я живу здесь 50 лет. И, конечно же, меня очень радует, что в нашем районе происходит столько изменений. Строятся дома, дороги, есть вода и освещение. Скоро будет газ. А самое главное, я вижу, что в родные края стала возвращаться молодёжь». В будущем году в Нар-Эн-Коле сдадут в эксплуатацию ещё 50 домов. Строительные работы уже на стадии завершения. Наряду с этим большое внимание в районе уделяется и социальным объектам. «Практически на 80% завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Вселено-Рынко», возведение которого ведётся в рамках поручения первого президента страны. Благодаря реализации проекта молодёжь Рейнбекского района сможет качественно используя и проводить свой досуг. Сдача объекта планируется в декабре этого года». Глава региона посетил и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание рассчитано на 180 мест. Просторные залы позволят заниматься игровыми видами спорта всем желающим. Есть также спортзал для начинающих борцов и боксёров. Рейнбекский район богат на талантливых спортсменов. Для большего охвата населения спортом в районе ведётся строительство ряда спортивных объектов. Среди них и ФОК. Это девятый по счёту объект в Алматинской области. Стоит отметить, строительству спортучреждений уделяется большое внимание и в отдалённых аулах региона. Их возведение ведётся в рамках реализации поручения Ельбасы. Крупные преобразования ожидают район и в будущем году. В нескольких аулах появятся фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Наряду с этим в четырёх сёлах района построят и новые здания Акиматов. Стоит отметить, что развитию приграничного района Акимобласти уделяет огромное внимание. За последние два года район претерпел кардинальные изменения. В прошлом году был открыт сервис на Акимат. Реализованы ряд других социально значимых проектов. В планах развития здесь туризма. Хочу заметить, что качество жизни местного населения улучшилось в разы. Об этом свидетельствует приток молодых специалистов, для которых в районе создаются все условия. Поэтому перед руководством района стоит большая задача по реализации планов на будущий год. 2021 год – важный период для жителей Реймбекского района. Именно в следующем году исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, уроженца села Карасас Мукагали Макатаева. В честь знаменательной даты планируется ряд мероприятий, главным из которых станет открытие памятника культурному деятелю. Гульмира Тимиргалиева, Жасулан Шенкинджи, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Реймбекский район. Особой эта неделя стала и для жителей дачных массивов Талдыкургана, Ашайхурган и Красный Камень. Здесь решена, пожалуй, одна из самых наболевших проблем. Стратегическое значение для местных жителей имели два автомобильных моста, соединяющие областной центр и дачи. Сооружения давно устарели и нуждались в реконструкции. Один из них был построен еще в конце 50-х годов прошлого столетия, другой был под весны. А в последние годы и вовсе создавали угрозу обрушения. Отремонтировать переправы именно с этой просьбой дачники в прошлом году и обратились к Акимобласти. Просьба не осталась без внимания и в минувший четверг. Командык Баталов лично открыл движение сразу по двум новым мостам через реку Каратал. Как теперь изменится жизнь талдыкурганских дачников, узнала Гульнас Мустафа. Это был месяц февраль 2019 года. На очередном объезде Акималматинской области жители дачных участков Шайкоргана и Красный Камень обратились с просьбой построить мост, который бы соединил оба берега реки Каратал. Дачникам они были крайне необходимы, поскольку по старым мостам проезжать автотранспорту было небезопасно. Они могли рухнуть в любое время. Тогда первый руководитель области пообещал решить проблему с аварийными мостами. Слова Амандык Баталов сдержал. И вот спустя год оба моста сданы в эксплуатацию. На церемонии открытия Акимобласти присутствовал лично, чтобы поздравить жителей двух дачных участков с открытием новых объектов. Я сам видел тогда, что проехать автотранспорту было невозможно. Вынуждены были ходить по этому висячему мосту. Его мы не будем сносить. Останется в качестве исторического объекта. Покрасим и облагородим. В целом экономическое положение Алматинской области хорошее. Бюджет области в 2001 году был около 27 миллиардов тенге. Сейчас 760 миллиардов. Доходная часть бюджета формируется за счёт работы. Благодаря этому мы проводим очень большую работу по строительству новых объектов. Проводим газопровод, строим жильё, дороги и мосты. Поэтому хочется поздравить всех с таким замечательным днём. Такому событию особенно радовались жители двух дачных участков Шайкорган и Красный Камень. Ведь им приходилось пользоваться висячим мостом, чтобы дойти до остановки общественного транспорта, которая находилась на другом берегу реки Каратал. Трудности были и с доставкой груза, говорит дачник Фархад Жумаканов. По его словам, они были вынуждены ездить по объездному бездорожью или же проехать через реку, когда уровень её немного падал, поскольку аварийный мост мог и не выдержать. Теперь же он рад, что главная проблема жителей этих населённых пунктов решена полностью. Когда уголь что-нибудь заказать или дрова, всегда через стройку уездили, тяжело было. Ещё и всё дорого было. А тут сейчас, видите, нам мост построили, кто здесь рядом живёт. Им всем хорошо, удобно стало. Проезжая часть теперь стала. Заезжать можно, уголь можно тот же привезти, дрова же так же. Мы рады, что нам мост построили. Большое спасибо. Радуются и другие дачники, которые живут здесь уже более 20 лет. Для них строительство мостов – это своего рода связь с внешним миром. Объезжали, через верх ездили, возили мебель, переезжали, груз всякий. А сейчас, пожалуйста, в любое время можно привезти, увезти. За 20 лет проживания здесь на даче построили мост. Как хорошо стало, люди довольны. Все условия создали очень отлично, хорошо. Спасибо руководителям нашей области. Раньше мы по тому мосту ходили, по вещачили. Вот у нас остановка до сюда доводят, а потом мы пешком до дома добирались. А то, что сейчас вот эту открыли, будет автобус ходить, очень даже мы рады. 15 лет мы мучились вот с этим мостом. Детишки у нас падали, нигде не пройдёшь. Но сейчас вот прям аж переполняет вот это, как дыхание захватывает от того, что вот до такой степени мы рады. Ещё не до строя моста мы уже ходили. Каждый день мы ходили, смотрели на то, что нам за сколько лет. Мост вообще прекрасный, прям вообще не знаю. Вечером даже делать нечего, мы идём сюда погулять, потому что освещение тут есть. Вообще красота. Спасибо вам огромнейшее. Мы такие рады, прям даже до слёз, честно говоря. На строительство двух мостов потрачены средства из областного бюджета – порядка 600 миллионов тенге. Длина каждого моста – 69 метров, ширина – 7 метра. Строительством занималась компания «Теплоремстрой». Построено очень качественно, здесь были использованы материалы отечественного производства, арматура и были вертонные заводы местные. Их продукция здесь была использована. Мост строили пять месяцев. Работали в течение пять месяцев 50-60 человек. Здесь 15 единиц техники и много агрегатов, оборудований, которые нужны для строительства моста. Строительство – это часть масштабной работы, направленной на развитие инфраструктуры дачных массивов и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Всего в пригороде Талдыкургана имеются 12 дачных сообществ. За счет средств местного бюджета ведется работа по обеспечению их качественной питьевой водой, прокладке сетей, электроводке, газоснабжение и ремонту дорог. Встречаясь с жителями дачных участков, Акимобласти отметил, что работа по созданию комфортных условий проживания каждого гражданина будет продолжена. А Акиму города Талдыкурган Амандык Баталов дал конкретные задания по благоустройству территории двух мостов. Потребовал взять на особый контроль снабжение населения газа. Взялись власти из-за решения главной проблемы побережья уникального Алаколя. Десятки лет жители прибрежных зон пребывают в тревоге из-за размыва берегов. Ежегодно расстояние от жилых домов до водоема сокращается. Несколько улиц и в прямом смысле канули в воду. Однако, как заверяют власти региона, решение жизненно важной проблемы найдено. С апреля текущего года в долине Жемчужного озера Казахстана ведется берегоукрепление. На строительство ограждающей конструкции выделено свыше 6 миллиардов тенге. Как и когда будут освоены средства, узнала Адина Смогулова. Из-за непогоды побережье Жемчужины Семеречья не первый год находится на грани обвала. Сильные ветра, дующие с Алаколя, становятся причиной эрозии почвы и размыва берегов. Не выдерживая натиска стихии, глинистые участки высотой до 7 метров рассыпаются. Под очередным таким завалом этим летом оказалась 16-летняя девушка. Властями региона принимаются все меры для предотвращения подобных случаев. Разработанный ими проект по берегу укреплению уже активно реализуется в местности. Проект по строительству ограждающей дамбы прошёл всей проверки ещё в 2018-м. Однако реализовать его удалось только в апреле текущего года. Тогда и начались монтажные работы. Запланированы берегу укрепления в двух прибрежных сёлах – Коктума и Ахши. Общая протяжённость – 13,5 километров. Казалось бы, давняя головная боль местного населения в скором времени смоется волнами. Но всё же ход реконструкции береговой линии беспокоят сторожилов села Коктума. Когда я только переехал сюда с семьёй в 1982 году, расстояние от берега до дома было примерно 100 метров. За 30 с лишним лет это расстояние сократилось до 10 метров. В последние годы мы всё больше переживаем за свою безопасность. И из-за размыва берегов ружатся и ходят под воду дома. Люди умирают, падают столбы. Потому новость о береге укрепления для нас была долгожданной. Но непонятно одно, почему начали работу не с восточной части берега, где в опасных условиях живёт основная часть населения, а с западной, где практически никого нет. Исчерпывающий ответ на недовольство жителей дал руководитель отдела строительства. Как заверяет специалист, никаких недочётов со стороны подрядной организации нет. А потому хлопот с шаткими домами и нетвёрдой землёй под ногами можно будет избежать уже к следующему году. Общий нормативный срок строительства данного объекта является 12 месяцев. В настоящее время, который отрезок 330 километров выполнен, это у нас именно участок для начала работы, чтобы посмотреть, в каком темпе работы производить. Как сейчас более строители начнут в темпе работать, мы разделим на 2-3 пикета всей работы. То есть и со стороны села Куктума начнут работать, и в селе Ахши. На берегу укрепительные работы выделено порядка 6 миллиардов тенге. Защитная конструкция будет полностью обустроена к апрелю 2021 года и верно прослужит десятки лет, утверждают подрядчики. Всё благодаря геошпунту – нержавеющему ограждению из высокопрочного полимера, устойчивому к коррозии и другим негативным воздействиям. Основная функция шпунта – создать так называемую стену в грунте, призванный защитить берега водоёма от вымывания. Геошпунт у нас импортный из Минска, но его мы применим лишь на третьей стадии строительства, уже на самом объекте. До этого у нас ещё два первоначальных этапа. Фильтрация грунта используем в подсыпке берегов. Следом установка сваи, на которые будут крепиться те самые шпунты. Окончание берега укрепительных работ ознаменует не только спасение созданной прибрежной цивилизацией, но и изменит к лучшему вид побережья, что в свою очередь послужит прекрасным подспорьем в развитии туристического кластера региона. Тем более, что близ Алаколя уже в следующем году появятся качественные автомобильные дороги и прогулочные зоны, призванные повысить доступность проезда к туристическому объекту и увеличить географию посетителей. Одина Смогулова, Абзал Носипов, телеканал ЖТСУ. Ещё десятки открытий новых объектов ждут в скором жителей области. В регионе запущена беспрецедентная акция. 30 значимых проектов в преддверии празднования 30-летия со дня независимости Казахстана. Именно так в этом году Алматинская область отметит главный праздник страны. В приоритете решение проблем граждан. Так уже вскоре многодетные семьи, отметит очередное новоселье, откроются сразу семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Открытия ждут и десятки социально значимых объектов. А это новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Ну а апогеем праздничной акции станет торжественное открытие уникального, единственного в стране такого уровня крытого плавательного бассейна. Мы следим за событиями, о которых расскажем вам в следующих выпусках. А пока продолжаем. Казахстанская вакцина от коронавируса будет готова в марте следующего года. Доклинические испытания уже пройдены, теперь ее ждут дальнейшие проверки. Над ее созданием трудятся ученые научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Такой новостью на этой неделе поделился президент Казахстана Касымжомар Токаев, проводя селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Каз-Ковид-Ин – одна из самых перспективных вакцин в стране на сегодняшний день. Лекарство создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. Согласно доклиническим исследованиям, у испытуемых повышается иммунитет. Риск заражения снижается до 90%. Побочные эффекты не наблюдались. Вакцина показала высокую переносимость, низкую реактогенность, достаточную иммунную активность в отношении вируса. По итогам исследований не было зафиксировано ни одного случая побочных эффектов, повышения температуры или токсичности вакцины, что подтверждает безопасность отечественной вакцины. Самое важное – вакцина обеспечивает формирование нейтрализующих антител в титрах того же порядка, что наиболее перспективные вакцины против COVID-19, разрабатываемых в других странах. Новая вакцина будет готова в марте следующего года. Она, в отличие от иностранных аналогов, легка в транспортировке. Первая партия – 2 миллиона доз вакцины. Её стоимость, по словам руководцев страны, будет доступной. А до тех пор глава государства просит не нарушать карантинные меры. Я обращаюсь к правительству, к Акиму, с поручением. Необходимо разработать какие-то дополнительные меры, естественно, без искусственного давления на бизнес, с тем, чтобы всё же карантинный порядок соблюдался во всех соответствующих заведениях, будь то это в столице или в областях. В целом ситуация в стране остаётся стабильной. По словам министра здравоохранения, пессимистичный вариант развития COVID-19 предотвращен. На сегодня 119 тысяч казахстанцев уже излечились от коварного недуга. Необходимая техника закуплена. Больницы в полной готовности. На складах двухмесячный запас лекарств. В свою очередь, Аманда Кваталов поручил главному санврачу Алматинской области усилить работу на границе. Завазных фактов быть не должно, подытожил глава края. Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдёт в непростое для экономики страны время, подчеркнул глава государства. Однако президент отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться. Значительно улучшена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Главное сегодня обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов, особо отметил президент. И это во многом будет зависеть от каждого из нас. Соблюдение карантинных мер – это то, что всех нас спасёт от последствий второй волны пандемии, которая, как показал опыт других стран, может быть масштабнее и страшнее первой. И здесь главное помнить – наше здоровье в наших руках. На сегодняшний день в Алматинской области проведено порядка 220 тысяч ПЦР-анализов. Диагностические услуги оказывались 8 лабораториями региона. Теперь их количество планируется увеличить до 11. Дополнительно мы ещё планируем открытие трёх новых лабораторий. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Идёт оборудование закупки и открытие наших лабораторий, с открытием которых у нас будет более 5,5 тысяч исследований в сутки. Недавно антимонопольный комитет изучил деятельность всех лабораторий в стране. В результате стало известно, что 45% общего числа ПЦР-тестов обеспечиваются из бюджета республики. Остальные 55% производятся на платной основе. Какова же стоимость ПЦР-анализа? Стоимость одного ПЦР-исследования 8 460 тенге плюс 560 тенге забор. Лаборатории Инвива и Олимп присоединились к соглашению о снижении стоимости на ПЦР-тесты и наряду с этим ускорили время получения результатов. Однако цена в Национальном центре исследований пока остаётся без изменений – 11 500. Результаты пациенты получают в тот же день. Если, скажем, утром пациент сдал анализ, вечером он уже получает результат. Ну, в течение дня, либо вечером, ближе к вечеру. Для того, чтобы получить результат, ему не обязательно приезжать в процедурный кабинет. Он может посмотреть свои результаты на сайте, либо получить их на электронную почту, адрес которого он во время регистрации предоставляет. Изначально лаборатория Олимп использовала реагенты для ПЦР-тестов отечественного производителя. Однако позже они перешли к применению иностранной продукции. Причиной стал более высокий уровень точности. Вдобавок, её использование рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Также в целях улучшения эпид-ситуации в Алматинской области постоянно ведётся проверка соблюдения норм карантина. В ходе предыдущих рейдов отмечались нарушения среди водителей автобусов и пассажиров. Сейчас ситуация совершенно иная. Водители автобусов к ношению масок стали относиться более ответственно. То же касается и большинства пассажиров. Однако сказать, что в общественном транспорте полностью соблюдается карантинный режим, до сих пор нельзя. Также мониторинг, проведённый по торговым домам города. В ходе рейда зафиксирован ряд нарушений, связанных с ношением масок как среди посетителей, так и среди работников предприятий. «Каждый клиент должен быть в маске. Только что двое человек у вас были без масок. Вы и сами свои маски ниже положенного уровня спустили. Это нужно для вашей безопасности и безопасности населения». Одно из частых нарушений – отсутствие дезинфицирующих ковриков. Следует отметить, что персонал, замеряющий температуру посетителей и проверяющий наличие масок у визитёров на входе в здание – тоже большая редкость. В проведённом рейде принимают участие представители правоохранительных органов контроля качества и безопасности товаров и услуг, управления транспорта и городской Акимат. Вынесено множество предупреждений. В ближайшее время ответственные за нарушения лица будут вызваны в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Аналогичные рейды будут проводиться на постоянной основе. Как сообщают уполномоченные структуры, целью данных рейдов является выявление и устранение нарушений. Однако, если нормы карантинного режима будут нарушаться и впредь, работа торговых домов может быть приостановлена. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. Поручил президент и привести в полную готовность все медицинские учреждения страны. Укомплектованность больниц антиковидными лекарствами, необходимой аппаратурой для эффективного лечения и спецтехникой. Сегодня задача номер один. Все возможное для высокопрофессионального, эффективного и своевременного лечения заболевших коронавирусом область предприняла. За рекордно короткие сроки возвела инфекционную умную больницу, оснастила оборудованием провизорное отделение в каждом районе области, укомплектовала трехмесячный запас необходимых лекарственных препаратов и масок и привлекла высокопрофессиональных медиков, которые будут помогать в лечении COVID-19. Отдельное внимание уделили и станциям скорой медицинской помощи. В самый пик прошлой волны пандемии только в Талткургане фиксировалось до тысячи вызовов скорой в сутки. Бригады просто физически не справлялись с такой нагрузкой. Отныне все эти недочеты учтены и предприняты небывалые меры. 180 новых машин скорой помощи пополнили автопарк медорганизации Алматинской области. Первая партия современного спецтранспорта уже прибыла в регион, и это стало настоящим прорывом в оснащении медицинской сферы всей области. Такого еще не было. Главное, все сделано оперативно и вовремя для оказания неотложной и качественной медицинской помощи людям. В этом убедились мои коллеги на деле, оценив работу станции скорой помощи. Областная скорая слушает вас. Откуда звоните? Город, поселок район. Ежедневно порядка двух тысяч звонков поступают в областную дежурную диспетчерскую службу со всего региона. Это вдвое меньше, чем в период строгого карантина. Фельдшеры стремятся быть всегда на готове к неожиданной вспышке COVID-19, а также вовремя приезжать к пациентам особой срочности. Однако так получается не всегда. Но с пополнением автопарка, уверяют специалисты, неотложка будет поспевать на помощь быстро и оперативно. Поспособствуют этому также диспетчеры-эвакуаторы, которые всегда знают, в какой точке сейчас находится карета скорой помощи и какая быстрее приедет по указанному адресу. В данный момент мы работаем по программе КВЭК. Все бригады оснащены коммуникаторами. Туда напрямую поступают, вызывают. Бригада сразу видит, сразу уезжает. И по категории срочности мы, скажем, что успеваем. Укладываемся по категории срочности. Сейчас, к связи с увеличением автомашин, мы думаем, что 100% будем доезжать по времени. Успевать будем. Как говорится, главное не количество, а качество. С этим руководство области точно не прогадало. Спецтранспорт оснащен оборудованием премиум-класса по последнему слову техники. В новой карете скорой помощи все необходимое медицинское оборудование. Это и дефибрилляторы, монитор пациента, дистанционные ЭКГ, и даже аппараты ВЭЛ и многое другое. Все для оказания оперативной и, самое главное, качественной, экстренной медицинской помощи. По сути, новые автомобили, как малые операционные, они способны оказать комплексную первую помощь. А за состоянием пациента можно следить дистанционно. Все данные отправляются в объекты здравоохранения. Мы подключены к GPS-устройствам, то есть спутниковой связи, не только для того, чтобы отслеживать машину, но и подключили с областными службами, допустим, с кардиоцентром. В прямом эфире, когда врач-фельдшер снимает ЭКГ, сразу данные передаются в кардиоцентр, что позволяет определить тяжесть состояния пациента и сразу определиться со стационаром, куда доставлять данного пациента. Весь медицинский персонал прошел обучение работы с новейшим оборудованием на данных машинах. Зарина Набиева больше 12 лет работает фельдшером. В этом году, признается она, работать стало гораздо легче. Все благодаря централизованному диспетчерскому пункту и новым каретам скорой помощи. Нам пришли новые машины с новым оборудованием, с новыми технологиями. Машины очень удобны, современного оборудования, новейшей технологии немецких производителей. Раньше было тоже хорошо, но таких дистанционных у нас не было. Это все новейшие технологии. Сейчас, получается, одна скорая работает легче, чем раньше. Помощь можно оказывать в полном объеме. В целом по области работает 160 бригад скорой помощи. До конца недели это число увеличится, и на передовую пойдут уже 189 карет. А до конца года оснащенность спецтехникой достигнет 100% с обновлением автопарка на 80%. Вместе с новыми машинами скорой помощи прибыли в регион и настоящие поликлиники на колесах. 12 новых передвижных медицинских комплексов уже начали свою работу в Алматинской области. Их внедрение позволило решить проблему доступности медуслуг в отдаленных регионах. Стоимость одного такого мобильного пункта обошлось бюджету в более чем 150 миллионов тенге. Но, как говорят специалисты, нет ничего дороже здоровья людей. Подробности в нашем сюжете. Передвижной медицинский комплекс или так называемая в народе больница на колесах есть в каждом районе Алматинской области. В сравнении со старыми мобильными центрами новые оснащены современной цифровой аппаратурой. В специально отведенных зонах ведут прием узкие специалисты. Гинеколог, врач общей практики, специалист УЗИ, лаборант и рентгенолог. Благодаря этому возможен одновременный прием сразу пяти человек. Воспользоваться медуслугами передвижного комплекса могут и люди с особыми потребностями. Стоит отметить, медперсонал здесь работает в специальных защитных костюмах и с соблюдением всех санитарных требований. Передвижной медкомплекс был выдан нам в конце октября. С начала ноября мы приступили к работе согласно утвержденного графика. Наша работа основана на принципе оказания первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных аулов. С во сне утра каждый желающий может получить любую консультацию или услугу. Будь то УЗИ, рентген или сдача анализов. Большое внимание уделено и людям с особыми потребностями. Для их удобства комплекс оснащен транспортировочной площадкой. Безусловно, запуск мобильных медкомплексов искоренил проблему доступности медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах. Внедрённые с 3 ноября текущего года передвижные медпункты уже пользуются широкой популярностью среди населения. Комфорт, качество и мобильность так характеризуют жители районов больницу на колёсах. Обратилась в медицинский передвижной комплекс. Прошла сразу несколько специалистов. Сдала моментальные анализы. Получила нужные мне консультации. В принципе, вполне довольна. Очень здорово, что у нас имеется такой передвижной центр. Сроки пребывания медицинского комплекса в том или ином регионе зависят от численности населения, говорят специалисты. Однако, несмотря на текущую ситуацию, количество пациентов, желающих пройти обследование в мобильном комплексе, растёт в прогрессии. С 3 ноября мы находимся в селе Бахтыбай с населением порядка 8 тысяч человек. Сегодня завершаем работу здесь. Ежедневно мы принимали около 150 человек. Из-за пандемии количество пациентов иной день доходило до 400. Современные генераторы энергии позволяют мобильным медпунктам работать в круглосуточном режиме, что немаловажно в период пандемии. Мы его называем поликлиника на колёсах. Это комплекс современного медицинского оборудования. В Ескельдинском районе имеется 10 округов сельских, где непрерывно функционирует данный медицинский комплекс. Сейчас их количество новых 12 по области. Также имеется у нас 5 передвижных комплексов. Это на базе КАМАЗ, которые уже функционируют в течение 5 лет и показали очень хорошие результаты. Наряду с этим областная станция скорой помощи намерена обновить автопарк на 80%. В этом году уже приобретено порядка 107 автомобилей. До конца года ожидается пополнение ещё на 45 единиц авто. Это позволит довести число бригад скорой помощи до 206. В планах и приобретение реанимобилей класса С врачебным бригадам для оказания неотложной медицинской помощи. К слову, количество неотложек, прикреплённых к поликлиникам, в этом году стало на 28 больше. В помощь в борьбе с пандемией и дорожная карта занятости. Именно эта государственная программа сыграла основную роль в этот тяжёлый пандемичный год в решении главных проблем занятости населения и строительстве новых, так важных социальных объектов. В рамках программы трудоустроено почти 21 тысяча человек. Свыше 105 миллиардов тенге затрачено на осуществление 1051 проекта. Среди них и новые дворовые площадки. Без преувеличения, наболевшая именно эта проблема была для жителей Капшигая. Местные дворы здесь не ремонтировались с начала создания города. Местные власти, конечно, взялись за реконструкцию детских площадок, но отремонтировать сразу почти 20 дворов в этом году удалось благодаря госпрограмме. Почти полвека не благоустраивались придомовые территории 50 многоэтажных домов 1-го и 2-го микрорайонов Капшигая. Государствам на благоустройство этих дворовых площадок было выделено 680 миллионов тенге. На эту сумму рабочие компании Аслутау обновили бордюры, скамейки, установили малые архитектурные формы, детские игровые снаряды, заменили асфальтовое покрытие как внутри дворовых проездов, так и на тротуарах. Работы по благоустройству завершены уже на 97%. Со следующего года не менее опрятный вид приобретут 3-й, 4-й и 5-й микрорайоны Капшигая. Это всё огромный труд. Спасибо государству за проделываемую работу. Наш двор преображается на глазах. Выражаю благодарность всем строителям. Теперь наши дети могут играть в безопасных, красивых дворах. Бурная строительная деятельность ведётся и в восточном микрорайоне города. Здесь ответственные лица асфальтируют 13 улиц общей протяжённостью 3,5 километра. По дорожной карте занятости предусмотрено порядка 360 миллионов тенге с привлечением к работам 32-х человек местного населения. Мы прокладываем двухслойный асфальт. Работы на 11 улицах уже завершили. Теперь осталось ещё отремонтировать дороги на двух улицах. Работы идут согласно графику. Планируем завершить начатое до конца ноября этого года. Для комфортного проживания жителей решается проблема и с питьевой водой. Всего в Капшигае 269 многоэтажных домов. Преимущественно 9-этажных, но питьевая вода выше 4-го этажа в некоторых домах не поднимается. Для решения проблемы властями протягиваются дополнительные трубопроводы с джеттегенской водостанции. Предпринимаемая мера позволит увеличить напор поступающей воды. Проект также реализовывается в рамках дорожной карты занятости и завершится к середине декабря. Елёман Раимбеков, Аманжил Жункешил и телеканал Рецу. В ногу со временем полностью исключить бумажные справки намерены в Казахстане в следующем году. Уже до конца этого года цифровизацию госуслуг намерены довести до 90%. Такое поручение дал премьер-министр страны с кормами на прошедшем в минувший вторник селекторном совещании. На сегодня в реестре Республики Казахстан 698 государственных услуг. 85,5% из них оказываются в режиме онлайн. Для развития цифровизации в стране внедряются технологии BlackChange. Новая функция позволит значительно сократить время оказания госуслуг и исключить возможность передачи данных третьим лицам. Кроме того, разработали и альтернативу электронной цифровой подписи. В скором времени получить услугу будет доступно посредством биометрических данных через отпечаток пальца или распознавание лица. Соответствующая работа проводится и в Алматинской области. С начала года оказано 3,5 миллиона услуг, порядка 3 миллионов из них в электронном виде. По итогам 2019 года ЖТСУ входит в тройку лидеров по внедрению цифровизации в стране. В нашей области согласно списку оказывается до 170 видов услуг. Для исполнения поручений главы государства мы провели около тысячи встреч и семинаров. Охват составил 905 тысяч человек. Для более усиленного темпа развития цифровизации проводится соответствующая работа. До конца года намерены довести до 90% предоставления госуслуг в электронном формате. На сегодня ведется работа по автоматизации 28 услуг. Впрочем, цифровые технологии порождают и новые виды мошенничества. В Талткургане задержали аферистку, которая обманывала горожан, предлагая в аренду несуществующее жилье. В соцсетях она выкладывала объявления элитных квартир по нереально низкой цене. Заинтересованных арендаторов затем она обязывала внести залог, после чего благополучно исчезала с радара. По данным полиции, число подобных онлайн-рецидивистов, проворачивающих, махинации с недвижимостью в области растет. Увеличивается и количество доверчивых покупателей, попавших на их удочку. О том, как не стать очередной жертвой квартирных мошенников, попытки приобрести хорошее жилье, узнала моя коллега. Желающих арендовать опрятную и просторную квартиру по привлекательнице немного. Вместе с тем растет и число учтивых мошенников, решивших позаработать на доверии квартиросъемщиков. Выкладывая на известных сайтах фотографии элитных домов, предлагают приобрести жилье по удивительно низкой цене. Обрадованные выгодным предложением арендаторы с легкостью соглашаются и незамедлительно носят залог, как того требуют лжеарендодатели. Однако, придя затем по указанному адресу, остаются у разбитого корыта ни жилья, ни денег. Такие случаи всё чаще регистрируются и в Талдукургане. Два месяца назад я искал себе жильё. Зашёл на ЛОХ. Там заприметил одну квартиру в хорошем состоянии. Цена устраивала, да и место расположения удобное. Сразу же позвонил по объявлению. Там мне сказали, что желающих приобрести эту квартиру много, и я не первый. Но если оставлю задаток, то мне могут её отдать. Я, конечно же, согласился и сразу же заплатил. Отдал 20 тысяч. Не хотелось упустить такой шанс. Звоню, чтобы узнать, когда могу посмотреть, а трубку не берут. Так я понял, что меня обманули. Жертвами аферистов стали и два других толдукурганца. Примечательно, что все они были обмануты одним человеком. Орудовал этот мошенник осторожно, никогда не выходил на связь лично. Принимал плату только через заказное такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что все упомянутые махинации проворачивала 23-летняя аферистка Ирина Ким. Подозреваемая сейчас находится под стражей. Ведется досудебное следствие. Из-за коронакризиса десятки, а то и тысячи людей сидят без работы. Такая ситуация на руку аферистам, делающим бизнес на безысходности граждан. Хитрые мошенники предлагают безработным вакансии с высокой и стабильной зарплатой и проявляют инициативу помочь привести в порядок необходимые для трудоустройства личные документы. Конечно же, не бесплатно. Таким образом, на удочку жуликов попало немало толдукурганских жителей. Искал работу. Наткнулся на одно объявление, где предлагали работу водителям. Месяц испытательного срока и зарплата будет 250 тысяч тенге. Я согласился, предложение ведь выгодное. У меня запросили удостоверение, права и медкнижку, но у меня этой книжки не было. Когда я сказал об этом работодателю, мне сказали, что помогут ее сделать, но для этого нужно заплатить. Я смог дать только 7 тысяч тенге. Затем понадобился снимок флюорографии. За это тоже потребовали 5 тысяч. Сказали, что могу забрать все эти документы в поликлинике. Пришел туда, прождал час, второй, третий, но ничего так и не выдали. В тот момент до меня дошло, что я попал в ловушку мошенника. Мир торговли тоже идет в ногу со временем. Теперь процесс купли-продажи можно осуществить, не выходя из дома. На выбор интернет-пользователей специально отведенные сайты с самыми разными услугами. Однако есть и те, кто злоупотребляет возможностями современности. Интернет-мошенники. Они промышляют свои незаконные дела на самых популярных сайтах. Только за текущий год в Алматинской области числится 1684 человека, ставших жертвами онлайн-преступников. В последнее время к нам часто обращаются по мошенницам, совершенных в Инстаграм, Олли Икс, Колеса Кизет, Крыша Кизет, где мошенники предоставляются сотрудниками банков. Схема мошенников следующая. Мошенники в социальных сетях создают фейковые страницы, где размещают объявления о продаже различных вещей, шубы, запчасти, бытовая техника, часы, аксессуары и тому подобное, со скидкой более 50%. Затем просят произвести оплату путём перечисления через карты Каспи Голд, Киви Кошелёк, а также через международные переводы в Банки России и Украины. По словам Александра Ким, более 20 лет работающего в юридической сфере, на период пандемии к нему обращали за помощью свыше 100 человек, попавших под удочку интернет-мошенников. Основной поток потерпевших – онлайн-заемщики, тем, кто, как и его клиенты, стал жертвой афёры, он дал пару советов. Люди должны знать, что, во-первых, банки никогда не просят и не имеют права просить ни пин-коды, ни какие-то пароли от этих карточек. Поэтому, если какие-то люди обращаются, значит, это не работники банка. Имейте в виду, при приёме на работу это работодатель должен будет платить деньги, не наоборот никак, ни за какие услуги. Звонят мошенники, да, и предлагают по ссылке перевести деньги. В данном случае, согласно этой ссылке, будет загружена программа, и можно считать, что ваш телефон оказался у мошенников вместе со всеми паролями, пин-кодами и так далее. И в данном случае этот мошенник будет иметь полный доступ ко всем вашим средствам в полном объёме. Поэтому этого делать тоже ни в коем случае нельзя. Как показывает практика, в погоне за лёгкими деньгами всегда приходится расплачиваться вдвое больше. Защитники закона просят не забывать об этом, чтобы не стать очередной жертвой мошенничества. Важно сохранять бдительность, когда дело доходит до ваших личных документов. И ни в коем случае не вносить предоплату через социальные сети. Одина Смогулова, Мадина Берказан, Нужан Муканов, телеканал ЖТСУ. Почти 145 тысяч нарушений правил дорожного движения на сумму около 2 миллиардов тенге зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Все дорожно-транспортные происшествия зафиксированы на новые камеры видеофиксации, установленные на трассах республиканского и областного значения. Какую роль играют современные технологии в безопасности на дорогах, узнал Дамир Анитов. Камеры видеорегистрации нарушений ПДД – новое слово в мире техники. Они способны фиксировать даже разговор водителя по мобильному телефону и пристегнутый ремень безопасности, включая все остальные нарушения на дорогах. Всего в Алматинской области установлено 24 камеры видеофиксации. 16 из них на основных улицах областного центра. Оставшиеся 8 расположены на трассах республиканского значения. Их бдительное око круглые сутки следит за соблюдением правил дорожного движения. К нам относятся те камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Сугурова Алдабергенова, Жан-Сугурова Жель-Тухсан, Жан-Сугурова Шевченко, также Назарбаева Шевченко, Назарбаева Жель-Тухсан, но в центральных улицах. При фиксации нарушений правил дорожного движения камерами фиксации к нам оно поступает в течение дня. Потом мы их обрабатываем и по ним оформляем предписание о необходимости уплаты штрафа. Далее мы направляем посредством Коспочты владельцам транспортных средств в течение 10 дней. При получении предписания владельцы имеют право в течение недели оплатить 50% от штрафа. Новые камеры пополнили госбюджет на 776 миллионов тенге, рассказывают уполномоченные лица. А это 112 тысяч штрафов. Почти половина нарушителей уже оплатила взыскание. Видеофиксаторы уже доказали свою эффективность. Теперь привлекать к административной ответственности нерадивых водителей стало в разы легче. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. В Алматынской области впервые состоялась Олимпиада памяти известного казахстанского журналиста Бейсена Куранбека среди педагогов и учащихся школ ЖИТСУСКОГО КРАЯ. По мнению организаторов необычное интеллектуальное состязание стало первым кирпичиком в изучении творчества знаменитого земляка. При жизни Бейсен Куранбек отличался креативным и мышлением и творческим подходом к работе. Он всегда находился в поиске необычных идей, результатом которых стали уникальные авторские проекты Айтугаунай и Керрикет. Стоит отметить в перечень заданий вошли не только вопросы по телепроектам, но и яркие, крылатые изречения талантливого журналиста. Найти им правильное обоснование, защитить письменную работу и презентовать видеоролик. Это и есть конкурсные задания для участников. По мнению компетентного жюри Олимпиада несет не только пропагандную идею, но и большое образовательное значение для молодежи края. К слову, в нем приняли участие 16 учителей из 19 учащихся старших классов. По словам организаторов, будущие конкурсанты изначально проявили большой интерес к мероприятию, поэтому в планах на будущее сделать его традиционным. В связи с карантинными мерами конкурс прошел в онлайн-формате. Напомним, торжественное награждение победителей Олимпиады состоится 9 декабря в Талдыкургане. Основная цель данной Олимпиады это привитие идей Бесена Абаевича в области журналистики к сознанию молодого поколения, а также пропаганда его творческих заслуг о формировании гражданской позиции молодого поколения. Мероприятие мы планируем проводить на системной основе, на областном уровне и в будущем хотим сделать в республиканском масштабе в том числе. И далее о людях, чье творчество не оставляет равнодушными общество, причем во всем мире. Житесусская художница Анар Абжанова вошла в полуфинал 15-го международного конкурса искусств в США. Имена победителей Art Renewal, где принимали участие около 5000 живописцев из 83 стран мира, будут объявлены в январе следующего года. Для Анар Абжановой главное направление выбранной профессии национальная живопись. Имена в этом стиле ее запомнили зарубежные коллеги. Имя молодой художницы края ЖТСУ Анар Абжановой уже давно известно в мировых кругах изобразительного искусства. 20 работ талантливого живописца выставлены в Лувре, самом крупном и популярном художественном музее мира в Париже. Ее труды получили признание на самых престижных международных конкурсах в Японии, Италии, Испании, Чили, США, России и других странах мира. И в этом году работа Анар может попасть в топ лучших картин мира. На конкурс она представила одну из любимых своих работ «Осенний пейзаж», освещенный утренним солнцем на знаменитой улице в центре Алматы. По словам художницы, картина прошла в финал международного конкурса среди порядка пяти тысяч работ художников из разных стран мира. Пять тысяч работы. Почти пять тысяч картин были отправлены на этот конкурс, оказывается. Все они работы лучших художников мира. Мне тоже захотелось принять участие в нем. Отправила пейзаж родного города Алматы. Я картину писала, восторгаясь красками и оттенками осеннего пейзажа. Есть в созерцании природы нечто прекрасное и удивительное. На картине изображена моя любовь к родной стране. Работа моя прошла в финал. Признаться честно, для меня это стало полной, но очень приятной неожиданностью. Здорово, когда твою работу оценивают профессиональные жюри. Если они отобрали работу на полуфинал, значит, посчитали ее достойной для дальнейшего конкурса. Теперь я жду его окончательного результата. Анна Рабжанова трехкратно государственный стипендиат в области культуры от президента Республики Казахстан. Она единственный в нашей стране лауреат европейского биеннале Европа-арт премии Сандро Баттичелли, международной премии Леонардо да Винчи универсальный художник. В 2018 году Анна была избрана лауреатом премии Алтанадам. Она два раза удостаивалась золотых наград США за конкурсной картиной по серии сада, освещенного с зимним солнцем, времён года и горного пейзажа с цветами. Имя Анны Рабжановой вошло в проект «100 новых имён Казахстана». По словам молодой художницы, искусство и творчество – это вся её жизнь. В три года стала рисовать на стенах и листках бумаги. По словам мамы, я ещё не умела ходить, а тянулась к карандашу. Мама старалась на оставшиеся деньги приобрести мне краски. С 12 лет училась в художественной студии изобразительного искусства для глухих детей под руководством Алексея Уткина. В 2004 году, несмотря на глухоту, поступила в художественный колледж в Алматы, которая окончила с отличием и продолжила обучение в Академии искусств имени Жургенова. Всем своим учителям выражаю благодарность, но больше всего хочется сказать спасибо своей маме. Благодаря её помощи и поддержке я стала тем, кем являюсь сейчас. В жизни Анары особое место занимает мама. В самые трудные периоды жизни дочери, когда ей поставили страшный диагноз глухота, мама всегда была рядом. Всячески поддерживала дочь и была опорой, когда их бросил отец семейства, напуганный болезнью дочери. Максимально созданные условия для дочери в занятиях живописью позже. Позже дали свои результаты. Уже в школе Анар стала победительницей республиканского конкурса «Жулдызай», а в студенчестве выиграла гран-при фестиваля «Шабыт». «Я очень рада, что у меня есть дочь. Все у меня спрашивают, счастлива ли я, что воспитала такого талантливого с мировым именем человека. Конечно, счастлива». Сейчас Анар Абжанова работает над серией, которую хочет посвятить 60-летнему юбилею мамы. Зрители смогут увидеть её уже в декабре. В настоящее время она работает преподавателем в Академии искусств имени Темирбека Жургенова. Вместе с супругом воспитывает двоих детей. В её планах посетить неповторимый своими красотами край ЖТСУ, ведь именно здесь она появилась на свет. И мечта у Анары красивая – открыть свою художественную галерею. Как говорит художник с мировым именем, жить без кисти и красок всё равно, что жить без воздуха. ЖТСУ, Алматы. И в завершении выпуска к новостям спорта. Женская волейбольная команда ЖТСУ ведёт активную подготовку ко второму туру чемпионата Республики Казахстан среди мастеров национальной лиги. Ранее команда Семеречио заняла второе место в турнирной таблице, уступив Алтаю из Усть-Каменогорска. Сегодня с девушками встретился заместитель Акима Алматинской области Рустам Али. В ходе встречи он оценил достигнутые результаты и отметил, что администрация области готова оказать любую поддержку спортсменам. Шесть побед и 18 очков. С таким результатом финишировали волейболистки команды ЖТСУ в первом туре чемпионата РК среди команд-мастеров национальной лиги. Сейчас девушки активно тренируются под началом главного тренера Бурхана Жанбулата. Настрой боевой, ведь ранее до заветного первого места спортсменкам не достало 4 очков. Так как первые 7 игры прошли на территории области, во втором туре девушкам придётся играть в гостях. По поручению Акима области в первой половине дня я встретился с членами и игроками команды нашей волейболни, которая семикратный чемпион Казахстана. В этом году Аманда Габасович поставил перед ними аналогичную задачу. До конца чемпионата и до плей-оффа осталось всего лишь три игры. Все они будут проходить на другой территории, то есть не на территории области, поэтому было важно придать им больше мотивации, сохранить командный дух и большой акцент сделать на дисциплине. Также выходит на финишную прямую чемпионат Казахстана по футболу в премьер-лиге в Толгарском районе прошёл матч ЖТСУ Тарас. В этом принципиальном матче клуб Жамбулской области добился успеха с минимальным преимуществом в 1-0. Тяжёлые погодные условия, поле не очень хорошего качества, замёрзшее всё, очень сложно в футбол играть, конечно, в такой погоде. Игра сложная идёт, много борьбы очень. Ещё три игры после этого и остаётся. Конечно, хочется каждую игру выиграть, будем стараться для этого всё делать, приложим максимум усилий. Стоит отметить, что помимо профессионального в области развивают и массовый спорт. На сегодняшний день в регионе уже действует 9 физкультурно-оздоровительных комплексов и ведётся строительство семи аналогичных объектов. Как отметил заместитель Акима области Рустам Али, главой государства поставлена задача развития массового спорта и руководством области уделяется особое внимание к данной сфере. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Но именно так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей в это же время на телеканале ЖИЦУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова